Дворцово-парковое ансамбле Студия «Классик» и народная студия современного балета «Тандем» посредством танца, слова и живых скульптур рассказывали о жизни великой танцовщицы, преданной большому искусству. Джаз и «Классика» сплелись в ее творчестве в особое явление, которое спустя полвека назовут стилем модерн в танце. В картины галереи Гаврила Ващенко на этой неделе представили сразу две экспозиции. Первая посвящена 40-летнему юбилею Московской Олимпиады. Ретро-проект объединил предметы из коллекции гомельчанки Жанны Малышенко. Календари, открытки, игрушки, сувениры, одежду и аксессуары, связанные с этим событием. Окунуться в 80-е поможет и импровизированный уголок советской квартиры, где можно пролистать журналы за 80-й год или поиграть в настольные спортивные игры СССР. На втором этаже разместилась выставка живописи светлогорского художника Михаила Прянишникова. В экспозиции представлено около 40 работ мастера, созданных с середины 90-х до 2020 года. Они проведут гостей по городам и селам, лугам и болотам белорусского полесия. Большинство полотен написано в классических традициях реалистической живописи. Михаил Прянишников – член Белорусского союза художников и участник международных пленеров. Само совершенство в Музее истории города Гомеля прошла презентация выставки фотографий Олега Белоусова. Она посвящается женской красоте. В экспозиции лучшие снимки девушек, сделанные автором за 25 лет. Олег Белоусов – фотокорреспондент газеты «Гомельская правда» и член Белорусских союзов фотографов и журналистов. Кроме этих экспозиций, на следующей неделе вы также можете посетить музыкальные вечера у фонтана. Каждые четверг и пятницу с 19 до 20.00 у здания цирка будет выступать оркестр учреждения. Культурное обозрение для вас готовили Анна Корольчук и Валерий Гопанько. И помните, культура начинается прежде всего с самого человека.